Перед заседанием руководители фракции советовали депутатам запастись кофе и бутербродами. Обсуждение бюджета во втором чтении, когда можно атаковать составителей вопросами, всегда в последние годы затягивалось до утра. По словам председателя Таллинского горсобрания Томаса Витсуда, то, что оппозиция вечно недовольна принятым бюджетом, нормально. И депутаты готовы к тому, чтобы проголосовать за каждую поправку, у которых только у социал-демократической фракции насчитывается более сотни. Собственно, именно эта партия и является инициатором тактики затягивания. Тем не менее, руководство города убеждено в том, что бюджет сбалансирован, а мэр Эдгар Сависар назвал его одним из лучших за все время независимости. Объем бюджета 2015 года 529 миллионов евро, из этого 70-40 миллионов инвестиций. Я хочу подчеркнуть некоторые пункты, которые мы собираем на следующем году сделать. Во-первых, конечно, детские садики. Мы собираем избавить из очереди детских садиков на следующем году. Для этого мы сделаем дополнительные группы в детских садиках в Ласнаме, в центре города и в Мустаме. Доходы и расходы города вырастут на 2%. Большая часть инвестиций будет направлена на ремонт дорог и улиц, а также образование и спорт. На окончательную ликвидацию очередей в детские сады. В дороги и улицы планируется инвестировать почти 26 миллионов евро. Например, планируется сделать улицу Виру пешеходной и установить на улицах 450 новых светодиодных ламп. Вообще, этот бюджет называют бюджетом света. С 1 марта планируется вернуть в строй 7 тысяч отключенных ламп, о чем заявил вице-мэр Калли Кландер. Также планируется снести 5 пустующих школ и реконструировать спортивный холл Каллиф. На последнее уйдет около 5 миллионов евро. Сейчас особенно актуальны наши улицы, в которых погашены фонари. 7 тысяч фонарей не горит. И обещание мэрия о том, что в марте месяце они будут включены, ну, извините, в марте уже светать начинает. То есть, соответственно, все-таки, наверное, сейчас надо включать фонари, а не в марте. Потом 10 миллионов примерно евро идет на пропаганду по-прежнему центристской мэрии. То есть, это таллиннское телевидение, которое практически, как мы знаем, никто не смотрит. Это газеты, в каждом районе своя газета. Общая газета дважды в неделю выходит. Это какие-то другие выделения. То есть, ну, действительно, очень большие деньги идут не на то, что нам, как нам кажется, они должны идти. Почти 870 тысяч евро предусмотрены на поддержку квартирных товариществ. Запланированы субсидии на приведение в порядок фасадов и дворовых территорий. На проект «Фасады в порядок» планируется выделить 395 тысяч евро, еще столько же на благоустройство дворов. 40 тысяч евро предусматривается на озеленение. Есть и еще немало других важных для города статей расхода. В любом случае, учитывая расклад сил в городском парламенте, можно с уверенностью сказать, что бюджет пройдет во втором чтении, но кофе и бутерброды депутатам явно понадобятся. Если же этот прогноз сбудется, то через неделю будет назначено внеочередное заседание горсобрания, которое примет бюджет окончательно. Оно пройдет быстро, поскольку вопросы по бюджету на нем уже не задают, а сами депутаты пребывают в веселом настроении. Ведь это заседание открывает не председатель горсобрания, а Дед Мороз. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.